В общественной палате Дмитровского городского округа прошла встреча рабочей группы по формированию общественной палаты нового созыва. Потенциальным кандидатам напомнили об основных требованиях, зафиксированных федеральным законом, а также огласили основные ступени на пути к избранию. Идут этапы. Этап приема документов от кандидатов, этап обсуждения этих кандидатов, которые сдали документы, и последний этап – этап отбора и утверждения. Первый этап пройдет с 16 марта по 15 апреля. Подать документы кандидат сможет только лично. 16 апреля будет готов список выдвинутых кандидатов. Затем начнется месяц обсуждений, результатом которого станет единый день голосования – 16 мая. А пока перед началом подачи документов потенциальные кандидаты рассказали рабочей группе о своей общественной деятельности. Около 20 лет я являлась председателем Союза журналистов Дмитровской организации. Дмитрове. Союз журналистов. И сейчас вхожу в такую организацию, как Нежный бизнес. Код назад я основала школу «Догер» для детей. И собираюсь развивать это направление в общественную палату, с общественной палатой. Я возглавляю потребительское общество «Центральный рынок». У нас порядка 150 предпринимателей, которые работают. Своей общественной деятельностью я уже, сейчас скажу, с 11-го года возглавляю детский клуб «Бокса Дмитров». Там у нас тоже занимается боксом порядка 100 человек, ребятишек, которых мы отвлекаем от улицы и стараемся донести до них здоровый образ жизни. В основном на этой встрече выступили участники предыдущих созывов. Например, Надежда Смирнова. Она трудится в общественной палате с самого ее основания. Я являюсь членом общественной палаты с момента ее образования. Я работаю директором Дмитровского центра социальной помощи семье и детям. И в мои обязанности входит это в первую очередь защита интересов и прав ребенка и женщин. И вот работа в общественной палате помогает решать очень серьезные вопросы. Например, мониторинг качества социальных услуг, социальных учреждений. Род деятельности для будущих членов палаты не столь принципиален, сколько их участие в общественной жизни городского округа. На сегодняшний день у меня большое свое сообщество под названием «Жизнь Дмитрова». Мне выступают жители Дмитровского края и люди, которые неравнодушны к нашему округу. Вместе в этом сообществе мы решаем такие же вопросы, которые поднимаются здесь, в общественной палате. В жизни Дмитровского городского округа местное отделение общественной палаты занимает особое место. Большую работу проводит общественная палата. Много интересных предложений поступает в органы местного самоуправления от общественной палаты. Мы при формировании своих планов на рабочий год обязательно учитываем все пожелания общественной палаты. Потенциальные члены общественной палаты должны обладать особыми качествами. Общественная палата является субъектом общественного контроля, которая имеет полное право следить за деятельностью государственных органов, в том числе и местных властей. Поэтому общественник должен быть с холодным взглядом, но с горячим сердцем. Для общественной палаты нового созыва уже определены приоритетные сферы деятельности. Это дорожное хозяйство, это транспорт, это сфера жилищно-коммунального хозяйства, это медицина, это образование. Каждая комиссия есть в общественной палате, допустим. Каждая комиссия работает, действительно она актуальна. У нас есть действительно вопросы, есть проблемы и их необходимо решать. Подобный процесс переизбрания состава общественной палаты пройдет практически по всему Подмосковью. В июле 2020 года истекает срок полномочий местных отделений за исключением Королёва и Одинцова. Обновленные составы в 62 муниципальных образованиях приступят к работе в соответствии с регламентом. До боевого братства.